Приветствую вас! Давайте разберем ваш вопрос. Прежде чем я отвечу на то, что вы непосредственно спрашиваете, прежде чем, мне хочется, наверное, сотрудничать такой аспект. На мой взгляд, достаточно важный аспект. Это касается, в принципе, ваших отношений с девочкой, которая изначально была, по вашему описанию, не очень, скажем так, активной. Вот. И почему-то вы всё время ждали от неё активности, почему-то вы всё время ожидали от неё активности, и, на мой взгляд, продолжаете это делать. На мой взгляд, вы продолжаете ждать от неё активности, и ждать того, что она будет такой, какой вы хотите её видеть, но при этом как будто бы игнорируя то, какой она реально может быть. А реальный человек, ну, достаточно, судя по вашему описанию, опасивный. И вам это нужно признать, чем есть. Вот. Поэтому, в первую очередь, вам нужно спросить себя, вот, принимаете ли вы её такой, какая она есть. То есть, необщительно, вот. Готовы ли вы её принять в покой? Если да, то это, в принципе, могло бы многие проблемы решить, но вы почему-то не можете этого сделать. Вас это почему-то тревожит, вас это почему-то волнует, я думаю, что вы пытаетесь какую-то свою проблему решить. То есть, почему-то в определённый момент, да, вот девочка вам интереснее стала, чем вы сами. То есть, понимаете, в вашем тексте достаточно чётко прослеживается эта история, что вы переключаетесь, переключаетесь именно на девушку. Вот. То есть, вы переключаетесь именно на неё, себя на неё. И на мой взгляд, на мой взгляд, это весьма такой момент тревожный, тревожный, я бы сказал. Понимаете, понимаете, да? Я надеюсь, то, что вот вы переключаетесь с себя на неё. Вот. Вам этот момент нужно заметить, вам этот момент нужно зафиксировать, вот. И, собственно говоря, не переключаться. Потому что у меня сложилось такое впечатление, как будто бы у меня сложилось такое впечатление, что вот то, как вы интересуетесь девушкой, вот. Это сделано во многом для, ну, для неё. Это для вас, а не для неё. То есть, вы пытаетесь это сделать для себя, вы это пытаетесь сделать для себя. То, что вы для неё делаете. Вот. И на мой взгляд, это вот далеко не лучший вариант. Вот, в принципе, то, что я могу вам здесь сказать. То есть, чтобы вот переключиться с неё действительно на себя, то всё будет получше. А так, мне кажется, что мне девушку добивали-забивали-забивали-забивали-забивали, что она с вами как-то вот освоилась. Но осталось такое же. И когда вы ушли, когда вы уехали, она вернулась к своему привычному состоянию. Вот. И я бы сказал, что да, всё вам нормально, но для вас это воспринимается болезненно. И важно увидеть вам эту болезненность. Вот. Вот. С чем она связана, и с чего состоит, и так далее. Понимаете, да? На мой взгляд, это очень важный аспект. Потому что пока вы этого не делаете, я боюсь, что более адекватно вы в отношении к девушке быть не сможете. Вот. Здесь, в первую очередь, нужно обратить внимание именно на себя, на свою реакцию. Вот. Следующий момент, на который также хотелось бы обратить ваше внимание, и заключается в следующем. Гадать о том, что произошло, почему так, я имею ввиду, почему она так себя с вами ведёт. Без полезно. Нужно больше обращать внимание на себя, как мне кажется. И смотреть на то, что вы можете дать человеку в отношениях. Если вы будете к этому внимательнее к себе, я думаю, что ситуация довольно-таки быстро разрешится. Но не факт, что в сторону того, чтобы вы были вместе. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему прямому ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго.